Космического времени суток с вами Эви Джейвери и я играю в Need for Speed Underground 1 и у нас тут очередная гоночка и очередной видосик все такое дерганное просто капец окей давайте попробуем выберу медиум потому что я переживаю это как бы на время она время я могу и не успеть а я не хочу по десять раз перри проигрывать одну и ту же гоночку и так поехали прошлый раз я говорила про то что у меня много времени тратится на работу подработки и поэтому у меня не выходит много записывать видео то есть у меня в принципе не получается записывать видео я прихожу домой мне еще целую кучу дел надо делать потому что кроме меня никто не сделает например вот недавно пришлось ходить к соседке ставить ее уколы потому что у нее случился инсульт и ее сын попросил чтобы за ней кто-нибудь присматривал а поскольку на площадке больше никого в это время дома не бывает приходится приходить и ставить уколы там кашку разогреть она конечно немного двигается не просто лежит как овощи но тем не менее все равно это немного проблематично по идее ему бы надо медперсонал нанять там кто там ходит уколы ставят но это деньги это время и надо как-то не знаю ключи давать или что-то он весь день на работе поэтому не можете такого позволить и поэтому пришлось войти в пред положение господи у меня уже язык заплетается в положение пришлось войти и сказать что я прямо просто счастлива по этому поводу но надо же людям помогать особенно таких сложных ситуаций так я кажется гонку выиграла на 125 немного но мне обещали какую-то плюшку давайте получим оба гореть так ну это точно нет это тоже вряд ли давайте возьмем вот это тут увеличится и целерейшего и топ-speed а тут только handling немножко на нафиг и и так управление шикарно давайте берем короче движочек и посмотрим что у нас даже дальше у нас кружочек тут уже можно хард выбрать я думаю о я помню это место под мостом она мне так не нравится тут слякотная и два столба неприятная я уже забыла как тут выглядят лужи ой я кажется эту музычку помню у меня постоянно в ней мисс хёрт происходит я слышу совсем не то что должно быть ну да ладно это принципе норма есть много таких треков где слышишь не то что говорится вы 100 шагов назад вот скрип колеса и прочее а тут на английском но я слушаю на русском но я не буду говорить что я слышу потому что на кгб это не совсем приличное слово так вот что я там говорил это про свою загруженность вроде пытаюсь как-то улучшить так скажем распорядок своего дня у меня нифига не выходит то есть я вроде и работаю не так уж и много но реально как вагоны разгружаю и в итоге получается что я устаю очень сильно у меня даже если подработки особо нет все равно у меня прихожу домой у меня полезного времени почти не остается то есть я приготовлю там еду чем-нибудь еще сделаю и все уже как бы остается возможность только включите афоном какой-нибудь ненапряжный сериал и засыпать под него потому что вставать надо мне 7 утра хотя добираюсь я до работы меньше чем за час счастье но тем не менее на нашу собраться если завтрак не приготовлен то его приготовить потому что делать с вечера вот и кошка надо кормить поменять им воду почистить лоточки в общем очень 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 много всего и все это вроде по одиночке мелочь но отнимает много времени и сил плюс еще абсолютно такие внезапные штуки как поездки в какой-нибудь другой город отнимают очень много времени и сил даже не столько само выступление а пока ты туда едешь 6 часов тоже успеваешь сдохнуть два раза то спина затечет и хочется умереть то там я не знаю какая-нибудь фигня случится в общем это все очень неудобно еще странно что тут птицы зависают в воздухе это так прям не знаю должно быть или нет ну да ладно я тут опять гонку выигрываю даже полками не заметив этого нет прям нравится где дальше там посложнее конечно будет но потому что сейчас там два три круга и все ты в дамках а потом будет одна из неприятных гонок то есть там то ли семь то ли восемь кругов и просто едешь устаешь так теперь у нас чемпионат по дрэгу то есть тупо переключение скоростей я не уверена у меня получится не этого выиграть на харде то так ну вроде я пока вырвалась но как бы то что я вырвалась в начале не значит абсолютно ничего потому что есть такие машины которые со временем могут разгоняться сильнее чем я потом в начале они там плетутся где-то сзади а потом как вылезут как чирина заняться и очень очень сильно мешают так сейчас бы никого не въехать уууу как все трясет капец просто а шуши закладывает так ну первая гонка выиграна давайте дальше мне чем которая опять она с кем-то общается давай показывай нам куда нам чё когда поехали отлично ай-яй-яй-яй-яя лошара я два раза нажала кнопочку должна была нажать один раз у меня есть конечно возможность переиграть но я хочу посмотреть что из этого выйдет в идее лучше конечно всегда ее нажимать когда она в зеленом находится положении так по-моему это то место где находится поезд где-то немного где-то немного плохо так вот чё я проиграла да да вторая а мне очень конечно удобно что можно все переиграть раз по десять так ну в этот раз я буду аккуратней ну почти так 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 столько зданий столько всего мне было бы очень интересно посмотреть на этот город в его цельном виде то есть не кусочками как сейчас это есть а реально как оно есть ну-ка чё там от меня фига они отстали вот что значит вовремя сменить передачу а хватит болтать ну алё тебе платят все таки за это наверное ты же не просто так тут ну… руками машешь так а чё тут собственно произошло а там поезд был а я-то забыла что там поезд был так поворачиваем а тут вот машинки такие внезапно нарисовались а я их даже и не заметила так вот все быстро эээ ты куда собрался мальчик свыж сныш наглый такой вообще писец так ну что ж все я типа выиграла чемпионат да да я молодец открыла целую кучу всего мы поехали дальше я ну раз уж у нас был драк давайте продолжим драгаться дрыгаться а да это будет посложнее это целая куча машинок очень оживленный трафик и совсем понятно почему правда ночь на дворе как бы я могу в принципе то понять конечно уж реально быстро капец просто камера у неё эпилепсия началась но мне как бы пофиг меня никто не догоняет все и ничего не из самых легких гонок есть машина как бы хоть немного прокачена и вовремя менять скорости ничего сложного в этом мнение не нету давайте дрифтанем но тоже по медиуму не hard можно будет заработать деньги на других вещах не на дрифте потому что мне кажется я на харде вообще ничего не выиграю просто по это не вариант вообще как так вот дрифта у меня как-то раньше получалось чуть ли не по 20000 очков набирать как не помню возможно это была другая мазда тут очень много клёвых машин на самом деле но большая часть открывается уже ближе к концу прохождение и поэтому впечатление немного смазывается но мне нравится что тут можно вообще все прокачает ай-яй-яй-яй протюнинговать и не только внутренности но и ну чё там покрасить движок спойлера поставить кстати благодаря не for speed я узнала что такое вообще спойлер до того как вообще это слово люди стали часто использовать в интернетах чтобы обозначить те или иные события или персонажи которые произведут в произведении и которую не следует называть так ну шо ж гуд дрифт отлично вау отлично все звуки конечно такие себе и музыки нет это конечно же такое себе ну шо ж на вылет поехали так я не помню насколько длинная эта игра по моему достаточно длинная но мне казалось она вообще бесконечный но это было давно когда каждая секунда казалась вечностью сейчас можно тратить несколько часов вообще в пустую и толком не замечать этого о боже я даже не помню эту музыку ну ладно пусть будет у нас в ближайшее время опять планируются всякие выездные концерты поэтому я так понимаю что это видео ну можно не последнее в этом месяце но тем не менее она есть и следующий будет ну не очень то скоро особенно учитывая то что на днях мы отправляемся очень долгое путешествие а именно мы полетим на сахалин это вообще был неждан полный во первых то что сахалин во вторых то что летим другой стороны это очень клево потому что я впервые буду находиться внутри реального самолета я даже примерно не представляю как это ощущается хочется посмотреть и прочувствовать это уже как можно скорее вот как то так и получается в следующий раз я даже не знаю там наверно уже по области будем ездить но всегда выбирают города которые находятся подальше например какой-нибудь там перми я все мечтаю что у нас посадят уже нормально на поезд и можно будет куда-нибудь доехать не в автобусе а просто с возможностью прилечь и вздремнуть это время потому что сидя спать нормально у меня получается только в маршрутке меж междугородних автобусов ни хрена не спится не знаю почему потому что все таки там сиденья совершенно другие там хотя бы можно нормально ездить недавно я сделали себе открытие что в легковушках и прочих обычных машинах я находиться долго в принципе не могу меня там дико укачивают то есть в автобусе все ништяк в маршрутке любой даже если трясет на каждой колдубине все за шибись а что касается легковушек то там просто неважно какого класса автомобиль все равно все очень плохо допустим ну я не знаю такси эконом такси комфорт ну конечно в ламборгини я не ездила но тем не менее очень очень сложно сразу же укачивает а если еще и жарко так там вообще просто от какой-то вот эти вот все ваши кондиционеры они вообще никак не спасают нужен приток свежего воздуха причем очень мощно не во всех машинах так скажем так сказать разрешается открыть окно все-таки зима на а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, давайте, короче, турнир мне заработаем О, мне не хватает репутации Давайте посмотрим, что можно сделать Да Да Она вообще никак не влияет Ну да и ладно, как там декали Она вообще тоже никак не влияет Закрыто У нас нет спойлеров Идите нахрен О, ну хоть что-то О, ну давайте поставим вот это Вау, да Так, задний Так А, а, спойлер же я хотел Спойлер Серьезно? Так Что у нас по перформансу Здесь А, ну конечно же Ничего нового вообще Есть Курбу подкажешь Есть Да Так, ну это все закрыто Ну давайте, короче Отправимся на чемпионат Почему бы нет Он недолгим, по идее, должен быть Хмм Меня все просто обогнали сходу Это удивительно Мне пофиг Я знаю короткие пути короткий путь а очень-очень короткий путь всем забыл о том что машины тоже могут ездить и укс дар можно мне реакция конечно у меня 0 а шиш мы и у уху мы сейчас режем блин 4 круга это уже не норма вот самая лучшая это 2 или 3 но лучше 2 конечно потому что трассы не успеть надо есть но потом реально там будет гонка где будет 7 кругов вот это от или 8 указать что их просто бесконечное количество ай ну я хотя бы первое а то что во что нибудь и врезать это вообще ничего не значит главное что скорость не снижается хотя бы в половину здорово но но я не ездила в инфеске совершенно забыла каково это я воздух только что стукнулась вы так можете а я могу это неприятное место можно на кого-нибудь напороться потому что когда пока не поднимешься не видно там все есть машины или нету ее где все то они там понятно кто-то чаще нормальный нет ну собственно это можно не считать минусом потому что машинка до целая ни одной царапинки но мне действительно надо быть более бдительной ай давай уже налево сонского более бдительный бой но все на фигня все проиграю нахрен хотя это 3000 4 у ребят будет больше шансов меня догнать обогнать да ребята кто там первый то едет ты кто такой я тебе не знаю фокус лансер а зовут-то тебя как ладно я первая мне пофиг как тебя там звали мою мастеру не забываю ахтери да мне пофиг что ты перри или mary а твои же налево заносы 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 все там реально она быстрее что это срезаешь так что ли или что-то делаешь то блин вообще мужик ты рели кто-то там перри и опять первое ай я я я я я я уф сейчас главное в поворот хоть немножечко вписаться то вау получилось да даже не пришлось перепроходить но дальше будет интереснее я так понимаю опять опять под мостом на вами о аверсир он играл в аниматрицы шикарный сан трек ой это как будто туман это это вообще блин что реально туман что это блин происходит мать вашу это дичь реально было так да блин я жму ху мать его ладно поскольку я не помню которая там кнопка должна мою машину возвращать в исходное положение то придется разруливать как есть ну четыре круга это на самом деле не так уже плохо да есть хотя бы один штрафной круг на то чтобы отыграться если ты там где-нибудь отстал ее моем в развитии все конечно на не лучшие день самая оптимальная три круга 2 еще лучше но 3 сам оптимальная все непонятно зачем делать 4 и больше типа ты со временем выдохнешься и другие тебя как какие-нибудь тупоеды заклюют ну да конечно как все быстро я не успеваю просто сообразить особенно на ночь глядя просто глаза слипаются и и картинка сливаться в одно большое месиво потому что извините если я тут туплю и куда-нибудь врезаюсь я просто хочу спать это было клевенько я считаю хотя если бы я реально сидела на месте водителя меня бы раз десять уже вырвало просто от такого сумасшествия но вам вводили норм это как бы я игра третьего лица хотя по идее наверное логичнее было бы от первого лица играть но я не могу особенно если играть вот получается вот вот этого хрень типа а короче не это не вариант я же сказал это не вариант от бампера вообще смотреть не вариант я не знаю зачем туда вешать камеру они бы ее хотя бы на капот вешали потому что это же вообще просто все меняет всю структуру вообще все а хрен ты меня обгонишь слышь дай твою же налево ты куда стрял то ну ладно не обогнали но это третий из четвертого мне вообще как бы должна быть кофе я сейчас догоню обгоню и буду в дамках в реально мне уже пора будет спать ложиться потому что это дичь какая-то выходит а уже даже не помню который это гонка 2 или 3 если 3 это замечательно если вторая то следующее будут ваще адом эй слышь подожжи поговорить надо вы и а вот и все глотая пыль из-под моих колес у ух господи она так вот чувствую себя люди под спидами вот так же они все это видят ну я не знаю я чисто предполагаю даже все превратилось в один большой мыльником ай я уже не вижу где поворота где чаще происходит но срать эту гонку я не могу этот круг нельзя нельзя просто сливать надо ехать до последнего тем более что он уже а финишная прямая кривая или какая он там вогнутая изогнутая вот она она следующий раз ну шо же приготовились к аду а я ведь хотела сразу закончить но с другой стороны это под видео по длине и вы посмотрите и если потом ближайшее время видео не будет а их точно не будет я вам говорю потому что ну мы улетаем на хрен то непосредственно у вас будет возможность получить больше впечатлений с этого видео а я даже не помню вот эти вот с мостами они вообще откуда взялись то а кто-то во что-то въехала я даже не въехала кто его что уехал блин а что происходит я вообще не врубаю это трущобы тут где я что я делаю вообще заснул ведь какой-то город взят правильно я даже не знаю который хотя когда-то вроде знала на лава 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 ой-ой мост дорога закрыта а мне по хрену что она закрыта а кто-то там с моста упал и оказался где надо ну сейчас я должна по идее быть по умнее но мне так кажется ну да помни поехала по встречке да все просто шикарно джинниус и с другой стороны как бы за них бонусы дает вот типа такого это нихрена конечно не бонус но и меня поняли вот стал по инсым мать твою поехали господи ну хоть посмотрю какого-то находиться на последнем месте все равно то второе из четырех кругов так что все ху хрен там кто-то встрял опять ну все я не последняя че а куда он пропал а понятно что вообще туплю не могу спать пора мать твою ну все я сейчас упаду короче воду не перепрыгну не допрыгну и короче будет весело ну блин ну я же сказала дичь просто какая-то дичь на ночь глядя вот сыграть вот такой вот это конечно перебор другое дело там просто груза отвозить там вообще даже думать не надо автоматику это едешь и все а тут все следить за трафиком еще что-то делать ну нафиг вообще я так и сработает то есть если раньше я пыталась работать там с людьми на вот он все приходишь тебе надо проснуться блин и что-то еще говорить а ты не можешь потому что ты спать хочешь ешь сова я не могу вставать раны мрано а тут проснулась 7 приехала на работу мозг еще спит по сути то есть не проснулся и так просыпается он может меня от силы где-то часам по четырем когда я работаю уже два часа как отработала и потом получается что я сижу там на репетиции или где там и просто с полу закрытыми глазами что-то делаю хотя как ни странно это вообще никак не отказывается на моих на моей трудовой деятельности потому что я даже в отрубленном состоянии чуть ли не на рефлексах могу короче играть ну как бы я почти 20 лет шла к этому я училась на музыканта так долго бы не удивительно что уже пальцы все помнят глаза все воспринимают уже без участия мозга хотя конечно это не делает саму работу легче потому что руки в изогнутом состоянии неправильным ты сам сидишь непонятно в какой позе на блин я выиграю эту гонку или нет вам у меня просто сейчас service по всем параметрам все их не могу догнать я начну сначала то это будет еще четыре круга а если я сейчас уйду то я не смогу закончить чемпионат и я не получить свои деньги это короче еще не вариант ребят подождите меня я тут вас догоняю так ну думаю целую гонку ли вас записывать было не целесообразно но я тут на финишный кривой можно сказать поэтому тут можно и записать отлично наконец-то я первая не прошло 100 лет отлично 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 шикарно все от ли что-то мне дали это просто just amazing ну и собственно на этом уже все пора заканчивать в общем большое спасибо за просмотр я надеюсь вам понравилось я не знаю когда будет следующее видео но точно не в ближайшую неделю поэтому когда-нибудь оно будет я надеюсь а пока что на этом все удачи в жизни до свидания